Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Сегодня мы с вами поговорим о том, как в этом году вела себя ежевика и каким образом начать ее подготовку к зимовке. Вот здесь вы видите у меня ежевика Торнфри сорт, не скажу, голландский сорт, не потому что там я не помню, а потому что так покупала, то есть без названия, только было обозначено, что Торнфри, что в переводе означает без колючек. Ну и вот ее спокойно можно трогать, нигде колючек нет, в этом смысле все хорошо. На переднем плане вы видите приросты этого года, вот они мощные, и видите, что стало происходить, стали расти дочерние молодые ветви, и вот чтобы этого не было, этого допускать нельзя, потому что они не успеют вызреть, и сэкономить силы нужно для растения, поэтому вот эти вот совершенные молодые веточки, то есть это уже как вторичный прирост из пазушных полочек, вот здесь вот, здесь видите, я раньше удалила, остались пенечки такие вот, видны раньше, да, то есть они вначале появились на макушке, и сейчас стали активно отрастать после прошедших дождей здесь внизу. Старые ветви, если мы посмотрим, вот старые ветви, двухлетние, вот видите, здесь на заднем плане, в этом году было настолько сухо, что даже два раза я поливала растения, но настолько было сухо, что все-таки, несмотря на то, что цветение шло достаточно активное, ягоды не образовались, из-за критического запаса влаги почвой, и вы понимаете хорошо, чтобы хорошенько пролить корневую систему, я проливала дважды по два ведра, но этого все равно было недостаточно, и вот только сейчас на самых нижних веточках начали образовываться ягодки, которые гораздо позже зацвели цветочки, вот они только-только начали созревать. То есть мы, что сейчас делаем? Мы удаляем вот эти вот пасынки, потому что они не вызрют, и они обмерзнуты, растение пострадает, и оно сейчас просто затратит силы, поэтому мы просто их будем удалять. Удаляем вот так вот на пенечек небольшой, да, для того, чтобы не пошел опять дополнительный рост. Вот, вырезаем все аккуратненько. Вот эту ветру можно так вот укоротить. Есть надежда на то, что она все-таки вызрит в верхнем ярусе. И вот в таком состоянии уже и оставить их. Солнце светит прямо у глаза, поэтому сложно. И вот смотрите, я уже начала подвязывать. Там вот у меня есть шнурочек для этого специально виниловый, да. потихоньку приучать ветви быть нагнутыми, потому что, к сожалению, если Агавам единственный сорт такой вот, ну не единственный, сейчас еще есть сорт Стефан, которые районированы, эти сорта Торнофри, они у нас не районированы, и они подмерзают. И причем, значит, мы отклоняем, подвязываем для того, чтобы легко можно было укрыть. И это укрытие, укрываю я спонбондом, но ежевику я укрываю белым спонбондом, и не спешу снимать укрытие. По весне, потому что, опять-таки, весной у нас бывают сильные весенние заморозки, даже в мае месяце, и поэтому до середины мая, пожалуй, не стоит. Ну, во всяком случае, если заморозки ожидаются, не спешите снимать укрытие, потому что иначе происходит обмерзание ветвей. Ну, значит, что еще можно с ежевикой сделать сейчас, да? Когда дожди прошли, и почва влажная, если не влажная, то можно сделать влагозарядковый полив, и можно внести осенние удобрения. Осенние удобрения, они вот так часто и называются. Допустим, вот вы видите несколько видов удобрений, которые я приобрела для себя. Это не в порядке рекламы, что было в магазине, кто купила. Значит, мы можем внести осенние удобрения, именно сейчас. Это конец августа, начало сентября месяца. Осенние удобрения, почему они так называются, они содержат мало азота. Без азотных удобрений совсем не бывает. А вот, значит, с небольшим содержанием азота, калий, фосфор и микроэлементы. И обычно вот эти удобрения по 20-40 граммов под куст вносятся всего лишь. Можно их в почву прокапывать, то есть, внесли гранулированное удобрение. Но акцентирую внимание на том, что это нужно делать после прошедших дождей. Если дождя нет, хорошенько пролить растение, потом, значит, внести, значит, разрыхлить почву, внести и заделать в почву, и вот таким образом оставить на зимовку. Ну, собственно говоря, вот у меня все. До свидания. Желаю вам успешных урожаев. И немножко потрудитесь для того, чтобы сохранить растение и попытаться получить урожай.